Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Канал MySelling и я, Олег Пономарев, а также Светлана, мой оператор, мы на связи. Мы находимся в Санкт-Петербурге, штата Флорида, на Теллшип Америка. Это парусный фестиваль, который демонстрирует парусники со всего мира. И сейчас мы пройдемся по причалу, посмотрим, какие суда здесь стоят. Два очень интересных судна. Первое – это Балтимор-2, на борту которого я был в Одессе. И копия знаменитого парусника Санта-Мария, на котором Христофор Колумб обошел Атлантический океан. Ну и так, идем вперед и смотрим. Сейчас я перечислю список парусников, которые мы планируем посетить. Это Балтимор-2, о котором я уже говорил, на борту которого я был в Одессе. Далее – Нау Трайнилед. Это точная копия парусника Санта-Мария, на котором Христофор Колумб пересек Атлантический океан. Далее – Эрнетиан Морисей. Вот вы видите этот парусник у меня за спиной. Ну и еще трехмачтовый Элиса. Вот он здесь вот, левее. Ну и еще несколько этот чипс я здесь перечислю. Но, не знаю, хватит ли времени их посетить. Они стоят там, на другом причале. Ну, посмотрим. Так вот, это Вен Энд Ив. Интересное название. Далее – Сан, Коз, Хоризон и Джоли, Ду, Ровер. Ну, посмотрим. На фестивале на парусниках можем и прокатиться. Ну, у нас еще это впереди, если время хватит. И вот мы видим с туристами, с посетителями за билеты. Кстати, билетик на этот парусник на выход стоит 64 доллара. Вот он выходит. Сегодня такая свежая погода, ветер северный. Все нормально. Ребята, пошли. Сейчас поднимут паруса. Уже в море. Ну, а мы двигаемся дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И вот он знаменитая копия парусника «Санта-Мария». «Санта-Мария». Но, трейдер. Вот какая очередь. Сейчас мы тоже посетим этот парусник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, здесь немножко покрачивает. Но это нам привычная обстановка. Я уже соскучился по этой качке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, я за штурвалом знаменитого парусника «Балтимор-2», на борту которого я уже второй раз впервые на него попал в Одессе в 1989 году, когда парусник приходил в Одессу, когда парусник приходил в Одессу с дружественным визитом. И я, посетив этот парусник, сделал много фотографий о них, к сожалению, в Одессе. Но хочу рассказать одну историю, курьезную такую, когда парусник подходил... До начала Одесского мороззала собралось много народ, много было курсантов с высшей морепоткой. Среди встречающих была небольшая группа украинцев, вышиванков, красных шароваров с хлебом, солью на ручнике. Так вот, как только «Балтимор-2» ошвартовался, с борта парусника высыпала команда. Молодые ребята сразу растворились в толпе встречающих, публика перемешалась, и началось активное общение. Украинцы тем временем перешли на борт и торжественным ходом двинулись, как они подумали, к капитану «Балтимора». Им показалось, что единственный человек на борту, одет строгую морскую униформу – это капитан. Они даже начали приветственную речь. Но капитан ответил им на чисто русском языке, что он советский лоцман и помогал в проводке парусника по детской порте. Случился комплекс. Встречающие озирались по сторонам, пытаясь увидеть настоящего капитана. А капитан «Балтимора», ничем отличавшийся от своей команды, в таких же высвечивших футболках, кепках, в дружеской толпе, общался с курсантами мореходки. Вот такой казус произошел в Одессе. Ну вот, наша экскурсия по парусникам закончилась. Все интересно, много впечатлений. Голодные, уставшие. Сейчас забудемся в бар, перекусим. И тогда я выставлю уже весь этот материал на YouTube. Итак, до встречи в море. Bye-bye, my sailor! Two weeks from shore, went down on her, a right whale bore. The captain called all hands and swore, he'd take the whale in tow. Soon may the willowman come, to bring her sugar and tea and rum. One day, when the tonguing is done, we'll take her leave and go.